здравствуйте дорогие друзья не удивляйтесь у нас вот такая погода пасмурная холодная аж прямо перчатки захотелось надеть насколько холодно а речь у нас с вами пойдет о самой такой летней ягоде о землянике есть ремонтантные сорта которые у нас созревают не то что до середины октября а до конца октября и уже у нас были заморозки и уже вот цветочки то уже бутончики все были казалось замерзшие нет потом заморозки прошли новые бутончики раскрылись и даже созрели ягоды причем ягоды очень крупные ягоды очень красивые ароматные вы просто себе представить не можете как это все напоминает лето вот сейчас в конце октября почему я снова вернулась к этой теме мы же уже рассказывали про эту ремонтантную землянику летом дело в том что очень просили рассказать а как за ней ухаживать вот сейчас перед зимой что нужно делать надо ли срезать листья надо ли каким-то образом укрывать надо ли поливать в зиму или наоборот каким-то образом тут это все вот порыхлить подсушить да вы знаете дорогие друзья я не первый год выращиваю вот эту мелкоплодную ремонтантную землянику ничего я с ней не делаю на зиму вообще то есть она вот как есть вот так с такими кустиками уходит под зиму на мой взгляд она так зимует лучше чем когда у нее срезают вот эти листья дело в том что вот здесь задерживается все таки как-то снег особенно в бесснежные такие дни когда у нас уже морозы а вот этот кустик он все-таки как-то немножечко греет сам себя да ну ну конечно это ничего там не греет но все-таки листочки каким-то образом защищают вот эти почки которые будут расти у нас на следующий год поэтому мне кажется обрезка листьев ремонтантной земляники вот такой в зиму не нужна я обрезаю это все весной то есть беру ножницы и просто вот хряп 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 подряд вот этот кустик получается такой ежик выглядит все это достаточно страшненько кажется что ничего оттуда и не вырастет насколько это вот прям кочечка такая получается нет все потом зазеленела парочку раз подкормили и все опять прекрасно чудесные кустики и вот на мой день рождения это в двадцатых числах июня уже у нас такое чудесное угощение какие сорта здесь и какие можно сажать вот дорогие друзья про сорта как раз спрашивают они все вроде бы одинаковые картинки красивые да вот ну красненькие такие ягодки чем отличаются отличие все-таки есть во первых по габитусу куста разные сорта немножечко отличаются одни более компактные другие такие более кустистые растут а второе если сравнивать разные сорта тоже по форме ягод то одна ягодка более вытянутая другая более круглая тоже есть разница ну тут вы уже просто выбирайте и экспериментируйте какие лучше я села все вот все что есть продажи вот это я нашла в нашем магазине местном это аэлитовский магазин который у нас недалеко от работы от моей находится мне очень удобно там покупать все вот эти семена я сел их все и все чудесно во-первых входят отличная схожесть и вот плодоношение меня очень радует сейчас конец октября тут столько цветоносов такие крупные ягоды то есть это прям вот замечательная такая культура которую я всем советую давайте немножечко о сортах ну понятно что вот есть белые которые ясно что чем они отличаются они отличаются цветом для чего белые были выведены а для того чтобы детки которые имеют аллергии на всю красное они могли вот тоже лакомиться этими ягодками они такие же нежные они такие же вкусные они такие же ароматные просто белые вот у моего сына была аллергия в детстве я знаю что это такое а ягодками то побаловать хотелось да но тогда не было этих белых ягод это уже вот 30 лет назад не было этих белых ягод а сейчас они есть пожалуйста дальше это называется вайс солемахер а вот все прекрасно знают что есть барон солемахер да вот такой сорт это вайс солемахер то есть белый дальше есть чудесный вот такой сорт который называется зитогита красники и беленькие то есть си и другие потом у вас сюрприз часть кустиков беленькие часть кустиков красненькие очень красиво смотрится когда вы в плошечки наберете можно просто подряд собирать а можно собрать белую отдельно красный потом все это совместить дети такие фокусы любят ну просто вот до одному красную от другому белую и на перебой но в общем чудо как это здорово вот зитта и гитта тоже смотрите посадите дальше есть регина и руяна два таких похожих названия вот смотрите на мой взгляд это вот как раз те ягодки которые имеют более вытянутую форму кому-то нравится действительно более вытянутой форма кому-то нравится более круглая но я не знаю по вкусу мне кажется что вот эти вот которые по длине они по плотнее они более может быть транспортабельные да вот если вам надо сдачи куда-то перевести мне кажется вот эти вот регина и руяна они такие вот ягодки потерпит ваш переезд али боба это вот ягоды тут в кусте есть и те и другие и кругленькие и более вытянутые вот это такой сорт надо сказать очень урожайный очень крупные ягоды посадите и будете очень довольны и вот это али бобу я уже не первый год села всегда очень хороший результат ну и мечтает вот те ягодки про которые я вам говорила что кругленькие и они более такие нежненькие пухленькие красивые на кусту я сейчас смотрю я точно знаю что это мечта у меня там посажена вот они как раз кругленькие такие ягодки дальше зачем столько сортов да просто для интереса вот я осеяла все и смотрела какие-то ягодки теперь есть ремонтантные крупные сорта да а и там у них это ягода она граммов 35 зачем сажать такую мелочь если есть крупные ремонтантные сорта земляники садовый вы знаете вот посмотрите как сейчас ведут себя эти кустики даже в октябре месяце даже при условии что вот после заморозков эти кусты все были прижаты вот и никогда был да там и цветоносы легли и вот эти вот листики все легли от этого мороза ничего потом поднялись и опять торчат у крупноплодные все ягоды сейчас лежат на земле что от этого получается а если у нас вот такая промозглая мокрая погода они начинают просто-напросто загнивать даже вот подложи под них что-то да там же вот эта дощечка или что-то она все равно намокнет здесь они все-таки проветриваются очень быстро практически нет здесь вот этой серой гнили вообще то есть вот мне эта мелкая земляника нравится очень а теперь еще один момент а вот эта мелкоплодная на мой взгляд она меньше даже клещом еще поражается вот это лето у нас было вообще неблагоприятные но на всех вредителей вот это ремонтант и земляника она простояла лучше чем другие и я не заметил на них признаков этого земляничного клеща вот а че еще о чем спрашивают зачем я снова купила эти пакеты если у меня уже эти грядочки есть как любую землянику садовую вот эту мелкоплодной ремонтантной тоже надо обновлять то есть кустики стареют и снижается урожайности ягодки мельчают и так далее от чего это происходит да просто от того что накапливаются болезни стареет сам корень понимаете и он уже хуже питает растения и как бы вы не ухаживали хорошо растение просто сама не может это все взять поэтому любую землянику будь то крупноплодной или мелкоплодная ее надо обновлять мне больше нравится способ выращивания из семян вот я накупила опять этих пакетиков хотя можно поделить куст и вот у меня есть соседка который размножает именно кустами мне этот способ не нравится знаете почему я вот пробовала делишь этот куст а там на сердцевинке все равно видно вот это вот коричневые там то есть периодически и соседку меня тоже выращивает из семян но она говорит что хлопотно и вот с этой мелочью там тяжело возиться мне наоборот нравится что вот из этих маленьких малышечек прям крохотных сеянцев потом вырастать такие шикарные кусты я села в марте месяце не с января с марта и у меня вот уже в августе был хороший урожай а первые ягоды появились в июне да то есть вот смотрите особо то тут хлопоты не очень-то и много если с марта месяца если с января тянуть туда с марта месяца не так уж и сложно посеяли поверхностный посев сделали накрыли стеклом или пленочкой чтобы там конденсат был сходит вот эти ваши замечательные землянички дальше потом сразу эту всю пленку или стекло убираем их на хорошее освещение я всех призываю призываю выращивать с досвечиванием землянику потому что как правило даже в марте месяце у нас освещение не хватает и тут вот начинаются всякие проблемы а земляничка вытянулась и полегла да вот чтобы этого не было просто под свет и тогда чудесные вас будет рассада и так давайте подытожим для того чтобы иметь вот такие чудесные ягоды свежие ароматные нужно посеять их семенами дальше мы высаживаем в мае месяце вот эту рассаду в июне получаем первые ягоды и в августе полноценный урожай до октября мы собираем сейчас при вас наберем сколько это получится вот таких замечательных ягод для ваших детей и для вас до любимых если вы хотите варенье то нужно не одну грядочку вот такую а три и у меня старые грядки я две старых буду убирать подсаживать на следующий год туда новую рассаду это у меня будет как бы чередование вот такое да ну и не забывайте еще обновлять вот эти посадки чтобы были молоденькие хорошие кустики я не зря сказала что у меня есть еще старые там грядочки так вот на них урожай то меньше то есть вот эти кустики уже стареют и ягодки уже не такие крупные и не такие урожайные кусты как вот молодые поэтому не ленитесь и выращивайте заново из семян теперь здесь небольшая технология написано на каждом пакетике все это есть до зимой посмотрите я буду сеять эту землянику и сделайте все вместе с нами вот дорогие друзья в принципе уход несложный поливы и подкормки ну это само собой разумеется да вот такая посадка я здесь сажала в шахматном порядке вы видите расстояние какое у этих кустов да вот где-то сантиметров 40 наверно ну больше нечего собственно говоря и рассказать я только всех призываю выращивать вот такую мелкоплодную землянику потому что реально от нее только одно положительное все вот приятное ощущение и аромат и вкус и внешний вид букетик вот этих ягод просто даже сейчас сорвали вот в маленьком стаканчике поставили чудо как это все красиво ну и заходите на наш канал будем сеять все эти замечательные сорта вместе с нами у вас все получится